Добрый день! С вами AXBT.com и передача AXBT Live. Мы начинаем цикл программ, как это работает. И сегодня у нас в гостях Мина. Мы с ней вместе посмотрим на разницу между стандартным жестким диском и SSD. Разберем их и посмотрим, как там все устроено. Кстати, SSD мы в конце ролика разыграем, так что смотрите его до конца. Но разыграем, конечно, не этот. Этот мы, скорее всего, сломаем. Поехали! Давай разберем жесткий диск и посмотрим, что там внутри. А пока, вот скажи, как ты думаешь, чем отличается принципиально жесткий диск от SSD? Ну, я думаю, самое главное, конечно же, скорочтение записи. У SSD накопителя где-то раз в 10 больше, чем у жесткого диска. SSD накопителя надежнее, меньше греется, меньше боится всяких там стряк. Да. Несмотря даже на то, что он дороже, SSD накопителя, совсем на чуть-чуть, чем жесткий диск, то все равно скорость работы намного важнее, чем пару рублей в деньгах. В целом, да, мне тоже так кажется. Вот мы сняли первую деталь. Это плата управления всем этим добром. Она, собственно, отвечает за то, чтобы данные, которые мы считывали с диска, правильно передавались на компьютер. Ну, грубо говоря. Давайте разбирать дальше и посмотрим, почему все то, что говорила Нина, действительно правда. Ты не боишься ее сломать? Конечно же нет. Она же металлическая. Отлично, отлично. Он, кстати, жесткий диск. Главное, дорогие друзья, это не бояться. Но я настоятельно не рекомендую разбирать вам собственный жесткий диск, потому что может случиться так, что он у вас сломается. Конструкция, на самом деле, достаточно хрупкая. Вот, собственно, как устроен внутри жесткий диск. И здесь мы видим все основные его элементы. Первое и самое важное, это, собственно, диски, на которые пишется информация и привод, который их с достаточно большой скоростью крутит. Информацию с дисков считывают специальные головки, расположенные вот здесь вот. Они очень-очень маленькие, тонкие, и находятся на микроскопическом расстоянии от диска. Когда вы рачите жесткий диск, то головки периодически царапают саму поверхность диска, на ней возникают битые кластеры, в которые дальше нельзя писать информацию. И если таких неприятностей с диском будет случаться много, в конце концов, диском вы пользоваться не сможете. Кстати, такой проблемой, допустим, страдали старые айподы, в которых стоял жесткий диск. Если плеер роняли, он, скорее всего, больше не включался. Я, кстати, так свой один плеер и убил. Давайте снимем сам диск. Нам придется это придерживать, чтобы он не крутился. Вот так вот на самом деле выглядит сам диск, куда в данном конкретном жестком диске влезает примерно 500 гигабайт информации. Вот на такой вот маленький дисочек. Можешь его взять себе, там, серьги из него сделать какие-нибудь прикольные. Не знаю, хендмейт, говорят, сейчас популярен. Да и всегда он был популярен. А кольцо? Отсюда вытащить. Кольцо, отличное кольцо, на мой взгляд. Вот на самом деле, почему я говорю о том, что все это дело очень хрупкое. Назад, как ты думаешь, мы сможем собрать этот диск так, чтобы он работал? Да нет, конечно. Да нет, конечно, мы не сможем его собрать, потому что у нас уже и ножки, на которых держится головка, погнулись так, что просто они назад не вставятся. А даже если мы попробуем это сделать, то, к сожалению, диск придет в негодность. То ли дело SSD. Ну а SSD давай, наверное, откроешь ты и разберешь. А я тебе скажу, что откручивать. Давай посмотрим. Поехали. Давай. Совсем просто открывается. Даже слишком просто, я бы сказал. Тебе нужно открутить вот эти три винтика на крышке. Поехали. Поехали. На самом деле, SSD разбирается гораздо проще, чем жесткий диск. Здесь даже винтов меньше, а корпус снимается легче. В жестком диске, который мы разобрали, головки со всей группой просто прикреплены к крышке, поэтому разобрать его так, чтобы диск остался работоспособен, просто невозможно. С SSD все не так. Так, вот, как видите, жесткий диск, который мы разобрали, мы дальше не соберем, потому что, снимая крышку, мы буквально выдираем головки с диска, и они царапают диск, и он приходит в негодность. Этот диск мы стопроцентно сломали. А вот с SSD все не так. Вот он достаточно просто открылся, и внутри, как мы видим, нету никаких механических частей. Здесь есть только распальные на плате чипы памяти, ну и модули управления, контроллеры питания, контроллеры памяти. Вот, собственно, и все. Из чего мы делаем вполне логичный вывод, что SSD механических повреждений не боится. Здесь просто от тряски ломаться нечему. Конечно, с 10 этажа его кидать не стоит, заливать водой или класть в морозилку тоже. В конце концов, электронные схемы от этого могут сломаться. Но вместе с этим, допустим, кинуть SSD в рюкзак и отвезти куда-то на газели, наполненной картошкой по сельским ухабам, вы можете. А вот жесткий диск таких приключений может и не пережить. Поскольку в SSD используется флеш-память, скорость его гораздо выше. И есть один очень важный момент, который на самом деле будет важен тем, кто, допустим, пишет музыку дома. SSD абсолютно бесшумный. В то время как жесткий диск на высоких оборотах может достаточно мощно шуметь. А если диск старый, то, я думаю, многие из вас слышали характерные какие-то похрустывания и поскрипывания. А их не должно быть, если вы, допустим, записываете музыку у себя дома. Также SSD достаточно компактен и может быть компактнее, чем любой жесткий диск. Более того, флеш-память может быть распаяна прямо на плате ноутбука. Так чем же в корне отличаются жесткий диск и SSD? Жесткий диск это действительно диск. А SSD на самом деле никакой не диск, а просто флеш-память. Жесткий диск боится тряски. Он медленней, он греется и он шумный. SSD не боится механических воздействий. Быстрее, тише, но зато немного дороже. Вот, собственно, и основное отличие SSD от жесткого диска. А теперь давайте применим немного магии. И раз. И два. Внезапно SSD, который мы только что раскурочили, вернулся в свое первозданное состояние. И давайте мы с вами его для вас и разыграем. Короче, для того, чтобы выиграть этот SSD, вам нужно подписаться на канал AXBT и Kingston по ссылкам в описании. И написать в комментариях о том, почему вам нужен этот SSD. Не забудьте хэштег AXBT Kingston. Победителя мы выберем через две недели. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши каналы. С вами были AXBT.com, передача AXBT Live и Нина. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok